Это потрясающее переживание, находиться посреди Западно-Филиппинского моря, выполняя миссию по пополнению запасов на аванпосте ВМС Филиппин на Утмиле Аюнгин. И все же мы окружены китайской береговой охраной, китайским морским ополчением и даже военно-морским флотом Народно-Освободительной Армии. Раплер находится на борту судна филиппинской береговой охраны Мельчура Акина, выполняющего миссию по пополнению запасов в районе Сьерра-Мадре на Утмиле Аюнгин. День заканчивается победой, но это еще не вся история. Два катера для пополнения запасов, нанятые военными по контракту, добрались до порта Сьерра-Мадре, а корабли филиппинской береговой охраны оказались так близко к Отмиле Юниан, как никогда раньше. И так как они уже здесь, они решили воспользоваться возможностью и покататься на надувных лодках с жестким корпусом, чтобы добраться до лагуны Мелководья и увидеть Сьерра-Мадре вблизи. Внутри лагуны Филиппины численно превосходят Китай, но снаружи в открытом море это совсем другая история. Сегодня 10 ноября, и пять филиппинских кораблей, Мельчора Акино, БРП Кабра, Брэндон и военные катера Аниса Маван и Унг Кээн, перевозящие припасы для морской пехоты, дислоцированной в Шерра-Мадре, сталкиваются с барьером из 33-х судна береговой охраны Китая и китайского морского ополчения. Итак, на данный момент мы находимся менее чем в двух морских милях от Шерра-Мадре. Тем не менее, из-за ваших морских отношений с Китаем, обзор на данный момент закрыт. Шерра-Мадре – это коричневая точка на горизонте. Легко ориентироваться по направлению ветра, но добраться сюда, подобраться к Отмели Ай-Ингин не так-то просто. Здесь, в Западно-Филиппинском море, во время миссии по пополнению запасов в Ай-Ингине, ГКБ полагается на мастерство и сообразительность в надежде превзойти мощь Китая. Члены экипажей Кабра, Синданган и Энтор и Акино, ловко перехитрили СИГ и КММ и выработали стратегии их действий. Это судно береговой охраны Китая номер 3303, одно из самых крупных в списке, развернутом на сегодняшний день. Его носовой номер будет трудно забыть. Сейчас 9 часов утра 10 ноября. Прошло несколько часов с начала миссии по пополнению запасов на реке Барпсера-Мадре на мелководье Юниан. И в данный момент здесь, в Мачара-Акино, ГКБ готовится спустить на воду резиновую лодку, одну из своих резиновых лодок на борту. И в результате, как вы можете видеть, мы окружены китайскими судами, особенно китайским морским ополчением. Здесь команда, похоже, проверяет, что мы здесь делаем. Но вот здесь 3301-я лодка, ближайшая к тому месту, где резиновая лодка была частично спущена на воду, и ее еще нет в море. Ты видишь, что их команда внимательно следит за тем, что делает Мельчора-Акино в данный момент. И ее задача ясна. Следуй за Мельчорой-Акино и не допускай ее к выполнению задания, сопровождая две лодки для пополнения запасов, которые находятся рядом с Каброй и Синданганом. Это огромный необъятный океан, и все же 227-й, 3333-й охранник Почты Китая и другие китайцы на корабле синего цвета. Сумели найти нас и держаться рядом с нами. Вот так. 3303-й в какой-то момент пересекает нос Мельчора-Акино с своими парусами, что является опасным маневром, который может привести к столкновению в море. Каброй и Синданган, меньшие по размеру и более маневренные, подвергаются еще большему преследованию и попыткам блокирования. Мель Калаян, принадлежащий муниципалитету Калаян, не пощадили. Береговая охрана Китая стреляет из водомета, чтобы запугать его. В прошлом во время миссий по пополнению запасов случались и худшие вещи. Корабли ПГ подвергались воздействию лазеров военного класса, использованию водометов, а всего несколько недель назад корабль береговой охраны Китая столкнулся с Анайзом 2 мая, в результате чего он был выведен из строя для этого раунда пополнения запасов. Профсоюзное шоу является одним из пунктов договора аренды Кильки, который контролируется Филиппинами. ГКБ говорит, что отправка резиновых лодок была способом продемонстрировать контроль Филиппин над шоу. Но Маниле приходится бороться за этот контроль. И эта миссия по пополнению запасов всего лишь одна глава в длинной саге растущей напряженности между Манилой и Пекином в Южно-Китайском море. Китай утверждает, что практически все Южно-Китайское море принадлежит ему. Филиппины утверждают, что они неправы, и в подтверждение этого у них есть арбитражное решение от 2016 года. В своем заявлении официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Венби призывает Манилу прекратить провокации на море и убрать судно БРП «Сиэра Мадрей». Манилла заявляет, что это не сдвинется с места. В заявлении Национальной оперативной группы по Западно-Филиппинскому морю говорится, что Филиппины не будут препятствовать осуществлению наших законных прав на наши морские зоны, включая мелководья Союза. После того, как будут поданы дипломатические протесты и сделаны решительные заявления с осуждением, как по маслу, состоится еще одна миссия по пополнению запасов. Филиппинские власти надеются, что напряженность, какой бы высокой она ни была, не будет усиливаться. Филиппины беспокоятся о безопасности филиппинских морских пехотинцев на БРП «Сиэра Мадрей», персонала ПД, который проходит через китайский флот судов, и рыбаков, которые рассчитывают на богатство Западно-Филиппинского моря, чтобы жить. Потому что, когда твоя последняя миссия – это битва 33 против 5, насколько может возрасти напряженность? Бекупин Раплер ведет репортаж с западной части Филиппинского моря.